Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами продолжаем наши лекции, посвященные древним цивилизациям. Сегодня мы с вами поговорим о зарождении древнерусской цивилизации. В России, наверное, нет ни одной такой страны, у которой практически отсутствовало бы ее историческое прошлое. А вот Россия удивительная страна. Она до сих пор не имеет своего исторического прошлого. Потому что, когда мы начинаем говорить о России, то практически все наши разговоры сводятся к тому, что, наберегая Эльмень озера, пришли непонятно откуда-то взявшиеся скандинавы, даже не скандинавы, а варяги. И дали практически славянам, которые жили вокруг Эльмень озера, государственность, на основе которой практически зародилась и будущая Россия, Русь. И вот такая достаточно упрощенная подача материалов приводит к тому, что практически у любого человека, который интересуется, естественно, историей, возникает вопрос. А что это такое за государство, которое образовалось достаточно поздно и не имеет практически никакой предыстории? И вот практически большинство людей, которые начинают обращаться к тем или иным историческим документам, авторам различным, вдруг понимают, что практически все материалы, которые так или иначе могут пролить на свет, надо искать или в материалах античных, историков, географов, или в материалах, которые мы получаем из источников, скажем так, римской эпохи. И все вот эти материалы, они достаточно разнообразны и не дают полной картины тому, откуда пошла земля русская. Впервые вообще об упоминаниях славян как каком-то новом этносе мы встречаем в работах, именно достаточно поздних. Это прежде всего Иордан, годский историк, который жил в VI веке. И вот у Иордана мы впервые встречаем название Анта, как славянского племени. Но опять-таки это племя было достаточно локализовано далеко на юг, практически оно занимало территорию современной Болгарии и часть Северной Греции, и современной Македонии, Сербии, вот было локализовано вот такими вот достаточно очень небольшим ореолом обитания. Вот, если мы посмотрим на ту карту, которая у нас находится за спиной, то мы увидим, что практически вот эти вот славянские земли, они более широко представлены. Но это карта более позднего времени, это уже V век. А Иордан писал практически о Антах, которые жили там в IV веке, которые были побеждены годским племенем, которая находилась в районе южных средиземноморских степей. И вот практически вот только вот такое первое упоминание о славянских племенах указывает на то, что вот как бы эти племена были локализованы практически Балканским полуостровом. Но это совершенно не так. Мы с вами прекрасно знаем, что из прошлых лекций, что более древний историк Геродот указывал о том, что сарматы, скифы, сколоты – это племена, которые представляют собой разные названия, но суть одной и той же. Тем более Геродот указывал о том, что скифский квадрат, так называемый, да, то есть территория обитания скифа, он очень достаточно большой, и он простирается от причерноморских степей, и границы его уходят вплоть до Ледовитого океана. Но практически вот как бы локализацию такую он не дает совершенно четкую. Он говорит о том, что практически как бы граница проходит по Днестру на западе, и на востоке упирается в Рифейские горы, или Рипейские, как в некоторых переводах сказано, то есть горы уральские. И вот такой вот как бы скифский квадрат, который мы имеем, населен практически одним и тем же населением. Но в связи с тем, что, как мы знаем, практически народы, которые населяли вот этот скифский квадрат, не были вытеснены ни одним заявователем, которые проходили так или иначе через эти территории, или какие-то племена, которые проходили через эти территории, то мы можем говорить о том, что население, вот это вот скифское, сармадское, сколодское, оно было, изначально проживало на данной территории. И вот это вот как бы проживание подтверждается прежде всего и археологическими раскопками, которые велись на территории России в конце 18-го, а наиболее сильное распространение получили уже во второй половине 19-го века. И вот курганы, так называемые скифские, которые были вскрыты, и когда нашли достаточно большой археологический материал, не только золото скиф, но и предметы бытовой культуры, такие как керамика, посуда, ну и, соответственно, орудие производства, то это говорит о том, что практически все эти находки, они достаточно очень близки друг к другу, независимо от того, где были вскрыты курганы, непосредственно при Черноморских степях или в степях при Кубани, или же непосредственно вблизи от, недалеко от матери городов русских Киева, или же курганы, которые вскрывались непосредственно и на русской равнине, достаточно очень далеко на север, непосредственно недалеко от Подмосковья, это и в районе Ельца, и непосредственно в районе Смоленска, везде мы видим, что практически везде один и тот же набор посуды с одним и тем же орнаментом. Плюс ко всему, если это вскрывались какие-то могилы, то практически везде находятся одни и те же виды боевого оружия. И вот это как раз указывает на то, что население, которое жило на данной территории, оно имеет такую историческую преемственность, и не происходит изменения именно культурных предметов, которые окружали это население. И вот все это позволяет сделать вывод о том, что практически культура, которая предшествовала еще бронзовому веку, и культура уже железного века, она культура одного и того же народа, который населял именно данную территорию. Если мы сейчас опять-таки обратимся к карте, то мы увидим, что внизу при Черномории указано, что это места кочевия тюркских племен, но тюркские племена появились здесь достаточно поздно. Они пришли сюда уже в нашу эру, на рубеже 8-9 веков новой эры. А население, которое жило непосредственно на этой территории, очень часто, очень часто ассимилировало те племена, которые приходили в качестве завоевателей. И вот такая же вещь произошла, например, с теми же самыми половцами, которые были ассимилированы местным населением, и которые практически в течение двух веков исчезли с исторической карты. Ведь вы прекрасно знаете из курса истории о том, что половцы были разгромлены Святославом, но при всем при этом они практически были постоянно союзниками русских князей. И в многих сражениях выступали совместно с ним на одной стороне. Знаменитая битва прикалки, которая состоялась непосредственно с передовым отрядом татарской армии, татаро-монгольской армии. Это говорит о том, что практически совместно могут выступать только достаточно близкие в родственном отношении союза и племена. И совершенно разные народы в этническом и антропологическом отношении, они очень редко выступают в каких-то совместных проектах, или, как принято говорить современным языком, или совместных войнах, походах. Мы с вами можем смело говорить о том, что практически боевое оружие, которое находится на месте битв или в могилах, оно состоит из одних этих же форм. Вот знаменитый боевой топор скифов, кельт, он на протяжении практически трех тысяч лет не поменял своей формы. Он не изменялся. Он как был клинообразный, с расширяющимся к низу лезвием и боевым таким набалдашником сверху, обухом, как сейчас принято говорить, так он и остался. И вот это вот говорит о том, что боевое оружие, оно было необходимо именно для конного воина. Почему? Потому что удар наносился при боевом сражении непосредственно, как режущей частью топора, так и обухом. То есть это было оружие, как бы обоюдоострое для врага. Почему? Потому что удар, когда наносился острой частью топора и обратный удар, наносящийся обухом, говорит о том, что всадник выполнял вот эти вот движения непосредственно на двух воинов, противостоящих в битве. И вот эта вот техника владения топором, она осталась только в сарматских, скифских армиях. Почему? Потому что практически вся скифская армия состояла из одних конных воинов. скифы не имели пехоты. И это как раз привело к тому, что во время понтийских войн, когда случилась распутица, и скифская армия не смогла двигаться на лошадях, в одном из сражений римляне практически перебили скифскую конницу, только благодаря тому, что лошади утопали в грязи, и римские легионеры с короткими мечами подходили достаточно близко к завязшей в грязи лошади, и поражали сначала коня, и когда всадник, находящийся на коне, падал, то разгром скифской конной армии, ну, было уже делом техники, как говорится, боевых искусств римских воинов. образование на более поздних древнерусских государств происходило следующим образом. Смещение по мере отступления ледников все дальше на север, с ними же вместе передвигается, как только ледник начинает отходить, и будущие славянские племена. Причем эти славянские племена на юге имеют больше в этническом своем отношении так называемый иранский субэтнос, да, а племена, находящиеся на севере русской равнины, больше в своей основе имеют венецкие корни. И вот это вот привело к тому, что практически на картах древних расселений славян мы можем видеть, что племена, которые населяли побережье Балтийского моря и племена, которые населяли побережье Средиземного моря, Черного моря, Азовского моря, там везде имеются свои земли, которые именуются Русью. И вот эта вот Русь, которая практически была такой, как бы не имела одной исторической родины, она говорит о том, что практически все историки и специалисты по этнографии утверждают, что это были практически разные народы. Но в антропологическом отношении они все равно являются арийскими народами и имеют один исторический генотип. И утверждать о том, что эти люди, допустим, если в южно-русских степях скифы были в основном ираноговорящие, а древний иранский язык, древнеперсидский язык, это был не современный персидский язык, это язык арийский, который не имел ничего общего с современным арабским языком и иранским языком. И вот практически даже основа современного иранского языка, она сейчас в большинстве своем арабоизированная и тем самым не имеет исторического связи с древнеперсидским языком. Почему? Потому что в период арабских завоеваний, когда арабский халифат распространился как на Восток, так и на Северную Африку, так и на Переднюю Азию, то произошло и вытеснение арийских языков из обращения. И вот, если мы посмотрим, обратимся опять-таки к истории, то практически вот та причерноморская Русь, которая существовала в виде Тмотараканского княжества, она привела к тому, что практически в связи с нашествием тюркских племен произошел отрыв ее от, как бы, исторической Руси, которая была в основном в границах именно вот этого Геродотова квадрата. И вот происходит следующая вещь, что постепенно вот эти древнерусские племена, которые были и в этническом, и в языковом отношении практически идентичными, начинаются постепенные расхождения и в языковом отношении. Часть вот этих вот скифо-сарматских племен, они ушли на Северный Кавказ, и вот образовалась современная оландская, то бишь осетинская и раноговорящая часть населения Северного Кавказа, а часть откочевала в Причерноморские степи и стала Киевской Русью. Причем удивительная вещь, многие оландские легенды говорят о том, что оланды это люди, народ, который пришел с севера и который в своей основе раньше был светловолосый и голубоглазый. Вот, и только после того, как они смешались с кавказскими народами, когда откочевали на Северный Кавказ, они потеряли белокожесть и потеряли цвет волос своих и стали раноговорящим народом. Тем более, скажем так, вот этот корень Ир, самоназвание аланов, осетин современных, они себя называют иронами. То есть, вот это как раз указывает на том, что они имеют иранское происхождение. И вот, вот эта вот миграция в результате давления со стороны непосредственно тюркских народов, которые шли из Салтая, привело к тому, что стало происходить обособление. И вот в результате вот таких вот исторических катаклизмов вытеснения одних народов произошло образование древнерусской цивилизации. Вот. Почему слово вот эту трусь, оно как бы способствует тому, что оно находится на картах и на севере, на юге, на западе и непосредственно в Средиземноморье? Да, прежде всего, по одной простой причине, что вот рус – это видоизменённое, как мне кажется, с латыни рыжий. Светлые волосы, соломенные волосы, то есть вот такого с оттенком красноты, именно характерно для славян, населявших практически большую часть современной Европы. И в прошлых лекциях мы с вами говорили о том, что венеты, которые населяли всё Средиземноморье, берега Атлантического океана и берега Балтийского океана, были тоже самые светлолицами и светловолосами. Вот это историческое проживание венетов по всему побережью Средиземноморья, Атлантического океана и Балтийского морей привело к тому, что, смешавшись со славянским населением, которое пришло из Причерноморья на север, и привело к тому, что стали образовываться непосредственно в районе Ильменя древняя вот такая вот прародина будущего славянского государства, русского государства. Вот практически не было в тот период такого большого концентрированного проживания славян, древних русов на территории современной России и стран Восточной Европы современных. Почему? Потому что, находясь в окружении Балтийского субэтнуса, да, то есть, который по своему языковому и культурному происхождению очень близок к славянам, и славяне-то проживали практически в непосредственной близости и от других народов, которые являлись финно-угорскими. Вот это вот такое чередование славян, финно-угорских народов, балтийских народов, это говорит о том, что еще практически в недалеком прошлом различие между народами было достаточно небольшое. Вот если мы посмотрим на более позднюю карту, которая относится уже к шестому, девятому векам новой эры, то мы видим, что сердце будущего древнерусского государства находится непосредственно в районе Днепра и распространяется такой линией непосредственно от севера, от Ладоги и упирается в Венгерское королевство. Вот эта территория, которая раньше была заселена различными элементами как балтийских племен, так и славянских племен, так и племен финно-угорских, таких как Мар-2, Меря, Весь, Карела, постепенно происходит не вытеснение жителей этих племен, а их культурная ассимиляция из практически таких предметов, как орнаменты в одежде и которые находятся в обращении практически и жителей непосредственно севера, северной Руси и юга, и финно-угорских народов. Мы видим, что у них орнамент в одежде, ну, такой арийский, то есть вот эта вот свастика, которая присутствует в элементах украшения и непосредственно на предметах обихода также присутствует данная орнамент. Они говорят о том, что между этими народами в этническом и в культурном отношении практически нет никаких различий. И все вот эти вот узоры, которые характерны для арийских народов, они присутствуют как в одежде и финно-угорских народов, так и в одежде непосредственно балтов. И мало того, культура в строительстве, которая стала деревянным практически на всей территории древнерусского государства, привела к тому, что мы видим вот эту вот шатровую архитектуру, которая характерна как и для северных русских земель, так и характерна для южных земель. Удивительная вещь, что вот эти вот влияния славянских языков, русского языка на культуру финно-угорских языков говорит о том, что, например, в современном венгерском языке дворец обозначается как слово терем, то есть характерны именно для непосредственно русского языка. И очень много слов, которые сейчас непосредственно находятся в употреблении в Венгрии. Например, знаменитое озеро Болотон, на самом деле это, в общем-то, переводится на современный русский язык как болото. И вот это вот проникновение культур говорит о том, что практически вот это вот древнерусское государство, оно зарождалось непосредственно в соседстве с жителями как балтийских племен, так и непосредственно финно-угорских. И вот что характерно, если мы сейчас посмотрим с вами на так называемое Великое княжество Литовское, то мы практически увидим, что непосредственно сам балтийский этнос находится непосредственно вот только в той части балтийских земель, которые относятся к Тевтонскому ордену и непосредственно небольшим количеством земель, которые принадлежат непосредственно латам, элитам. Вот. А большинство земель, которые образовали так называемое Великое княжество Литовское, оно состоит в основном из русских земель, которые вошли в состав Великого княжества Литовского непосредственно в силу чисто такой исторической эмансипации. Почему? Потому что под влиянием кочевых народов, когда татаро-монгольская волна докатилась до границ русских земель и непосредственно произошло подчинение северо-восточной Руси непосредственно Золотой Орде, то часть русских земель, чтобы уйти из-под удара, из зависимости непосредственно администрации Золотой Орды, они образовали так называемое Великое княжество Литовское. И это княжество Литовское на 80% состояло именно из русских земель. Практически древнерусское государство в своей основе было достаточно, в историческом плане, просуществовало недолговечно. И вот всего за каких-то 300 лет от такого бурного расцвета этого государства до его заката произошла часть такая смена непосредственно и династий и непосредственно религиозных верований. Почему? Потому что та вот арийская культура, которая существовала непосредственно в этих скифосармадских народах, она дала мощный толчок тому, что христианство, которое зародилось, как мы знаем, в Палестине, очень быстро именно привилось и прижилось именно непосредственно у скифских народов и как их продолжителях непосредственно у славян. И вот это вот к культурном отношении духовная преемственность, которая была присуща арийским народам, привела к тому, что произошло как бы разделение непосредственно славян на восточноевропейских, которые остались христианскими народами непосредственно, и западных славянских народов, это те, которые непосредственно стали католическими. И это вот такое вот духовное разделение славянских племен, оно достаточно очень характерное и говорит о том, что в культурном отношении часть славянства пошла за Рим, а часть славянства пошла как бы за Константинополем, за православием. И вот это вот духовное такое разделение привело к тому, что стало образовываться совершенно новая цивилизация, цивилизация, которой сейчас мы говорим о русской цивилизации. И вот это вот такое движение сначала религиозное, а потом уже и этническое, привело к тому, что восточнославянская цивилизация, древнерусская цивилизация, она стала практически разделяться по уже этническому признаку. Стали появляться такие народы, как великороссы, малороссы и белороссы. И вот в конечном итоге разделение вот этих вот единого русского народа на субэтносы привело к тому, что практически культура осталась единой, язык постепенно стал трансформироваться. Мало того, что в историческом отношении, в культурном отношении эти народы едины, но в духовном отношении происходит вот постепенное разделение данных народов на западные и восточные. Вот это вот духовное разделение привело к тому, что практически сейчас мы видим, происходит постепенное отторжение западных границ единого русского народа. И украинцы, которые в этническом отношении являются совершенно неоднородным населением, происходит такой раскол. И вот это вот все вместе ведет к тому, что мы вот эту вот древнерусскую культуру, которую еще на протяжении вот практически всего первого и второго тысячелетия была единой, мы сейчас практически теряем. Почему? Потому что вот этот вот раздел чисто в духовном отношении на восточно-европейскую цивилизацию, христианскую цивилизацию, православную цивилизацию, он говорит о том, что... и западную католическую цивилизацию, он говорит о том, что этот раздел постепенно приводит к тому, что в цивилизационном отношении происходит постепенное сужение вот русского суперэтноса, который был в начале первого тысячелетия достаточно единым и однородным на карте практически всей Восточной Европы. Почему? Потому что, как мы с вами говорили в начале беседы, культура погребения практически во всех этих местах обитания древнерусского народа была единой, что и в районе современной Германии, так называемой лужицкой культуры, так и в районе Вислы, в районе северных эльменских славян. А постепенно, постепенно вот эта вот культура, она размывается именно благодаря тому, что произошло духовное разъединение древнерусских славян на различные субэтносы. И вот образование уже национальных государств, таких как Чехия, Польша, Киевская Русь, Болгария, древнее королевство Сербии, вот, привело к тому, что постепенно менялся язык, почему? Потому что происходила как бы ассимиляция окружающих народов, и постепенно происходило вот это вот такое духовное обособление. И все это вместе привело к тому, что на месте когда-то практически единых древнеславянских земель стали образовываться национальные государства. Причем, если мы бросим такой чисто ретроспективный взгляд на языковые различия, которые были лет 600-700 назад, то они настолько минимальны, что читать вот, например, современную там сербскую письменность или надписи достаточно сложно. Вот древнесербские надписи практически ничем не отличаются от древнеславянских языков которые и грамот, которые мы имели на территории современной России. А сейчас это различие достаточно большое. К сожалению, время нашей лекции истекло. Благодарю вас за внимание. До свидания. В следующий раз мы продолжим эту тему. тему.